ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте. Здорово. Вот куда. Я в Калифорнии живу. Далеко. Далеко, да. А ты откуда? А знаете, где Байкал-озеро? Ну, конечно, знаю. Город Ангарск. А, серьезно, это на Ангаре, да, наверное? Да, да. Ну, в честь нее город Ангарск. Ну да, я так и подумал. Я не знаю, где город Ангарск. Я такого не слышал, но, наверное, на Ангаре. Ну, получается, от Байкала где-то 350 километров. И от Иркутска 50. А, серьезно, это рядом с Иркутском получается? Ну да. Там даже чуть меньше 50, там 47 где-то так. Прикольно. Сколько населения у тебя в городе? По-моему, 220. А, ну то есть такой средний городочек, да? То есть не самый мелкий? Ну, как бы, для нас-то он маленький. С тем же, если с Иркутском сравнить. У нас город, вот, на машине не спеша можно за 10 минут проехать, там, с одного конца до другого. А по Иркутску, по тому же, можно ехать, ехать, там, час полтора. А Иркутск миллионник или нет? Наверное, нет, да? Там 900, ну, подбирается уже. А, серьезно? Там, я думаю, что уже идут разговоры о строительстве крематория. Ну, то есть крематорий, по-моему, у нас от миллиона строится. А что, не хватает кладбищ? Ну, не знаю. Ну, я, допустим, я бы хотел, чтобы меня кремировали. А почему? Чтоб, у нас же по традиции надо, да, там, ездить, родительский день есть, убираться, там, до рождения до ездить, там, надо тут сверить. Чтоб, короче, меньше было забот своей могилой, потомков. Да, 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 вот, вот меня, вот, сожгите меня, надо вам, поставьте эту урду дома, да и все. Мне, вот, друг в ряд, вот, у них традиция, они говорят, вот, мы, ведь, похоронили, и все, говорит, мы туда больше никогда не ходим. Ну, что, в этом, в этом есть свой оризон, на самом деле. Ну, да. Я, вот, я не знаю, почему крематорий в миллионниках строят, но вот от миллиона, если начинают с жителей города, то, ну, идет, там, какая-то постройка крематория. Я знаю, когда, вот, это, штурмовали Мариуполь, ваши передвижные крематории приезжали, сжигали военных ваших солдат. Ой, ну, да какие передвижные крематории, ну, откуда тут вообще взялось, а? Да, 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 это есть такое. Ну, как вы себе представляете передвижной крематорий? Машина, машина. И? Большая. Ну, сколько большая? Грузовая, большая. И внутри, да, внутри камера, который... Так в ней должна стоять, помню, какая-нибудь доменная печь, чтобы без остатков все сгорало. Не, ну, почему доменная печь? Просто, если подать туда 380 вольт, например, да, подключаешься, 380 вольт, и не надо никакой доменной печи. Ну, не знаю, про вольт, и даже в крематориях... Ну, крематорий же не огнем сжигает, крематорий. Ну, не, ну, порядка тысячу разу, ладно, что... Ты думаешь, там дровишки раскладывают, что ли, нет, это не так? Не, ну, понятно, что... Ну, вот, чтобы, допустим, тазовые кости и череп, да, полностью в прах превратить, надо порядка двух тысяч долларов. Ну, да, ну, смотри, в закрытой среде, в небольшой, да, как ты думаешь, каким ватажом, да, можно это достичь с помощью электричества? Я думаю, не очень большим, ты знаешь. Ну, знаю, что 10 тысяч, допустим, вольт, там, руки, да, испаряет, ноги. Но это зависит от ампеража, вообще-то, ты знаешь, в том числе. Ну, да. Ну, как это, вот, в машине создать такие мощности? Ну, есть передвижные крематории, ты не слышал об этом? Не, ну, то, что, Барю, полезли наши передвижные крематории, это... Ну, тут я их сам не видел, ну, так вот... Это как вот бабайка, бабайка, вот. Так говорили. Слушай, ну, а ну, подожди, сейчас я наберу передвижные крематории, мне даже вот интересно. Нет, это не бабайка, я думаю, я думаю, что это правда. И сжигали там, может быть, их подогнали не из-за того, чтобы сжигать ваших военных, в первую очередь. Там сжигали то мирное население, которое ваша армия убила там. Сжигали мирное население? Ну, ну, трупы, я имею в виду, трупы, труп. А зачем? Ну, чтобы скрыть, как ты думаешь, зачем? А не больше обвинить. А не больше обвинить, а не больше обвинить в Украину и... А смотри, не вот не получилось. Нет, смотри, смотри, дайте объясню, смотри. Значит, в России, в Буче, да, когда пытались обвинить украинцев и так далее, а потом были предоставлены факты. Люди с связанными руками, с подстрелянными затылками. Это ты не скроешь. Никаким образом, если только не сжечь и не сжечь человека, понимаешь? Да, где доказательства, что это наши войска-то делали? Ну, а кто был в это время на территории? И? Ну, вот и все. Ну, ты у вас как это помнишь? Помнишь, 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 Светлаков анекдот рассказывал? Стоит, оботрался по полной программе, везде дерьмо, говорит, а ты докажи, что это я. Вот это вы примерно. Весь мир на два мир ждет, понимаешь, в этом плане. Ну, навряд ли, навряд ли. Нет, я, конечно, не вижу, что у меня там не было, но... Сначала военных сжигать, потом не военных, трупы сжигать сжигать сжигать. Вот смотри, перед мобильной крематорией, сейчас себе даже прочитаю. Да я потом постру, где же самому стало интересно. Короче, для всего мира мы такие все, это ужасно, да? Ну, лучше, естественно, но так ведь по факту и есть. Не, просто я вот тут вот сижу, да, если с Украинцем разговариваешь, они столько говорят, как у нас тут все плохо. Я вот просто вопрос задавировал, и вот ты говорю, откуда это, знаете, что вот у нас в России так все плохо, не знаю, как. А, подожди, сейчас мы вернемся к твоему разговору, дайте, ведь я просто сейчас... Я просто сам не знал, что такое крематорий, да, ну, давай, сейчас я тебе... Ну, что такое мобильный крематорий? Смотри. Да я посмотрю потом. Значит, для этих целей был приобретен брянский агрегат, но это рассказывает просто про один мобильный крематорий, который еще в 13-м году одной из ритуальных агентств себе приобрело. Брянский агрегат ТБК, я не знаю, что это ТБК-400, весом в 7 тонн. Для его перевозки использовался тягач Вольво, а чтобы не смущать людей, снаружи устройство было закрыто бортами контейнера. Вот и все, понимаешь? Это я тебе сейчас техническую возможность показал, как работает эта крематория. Нет, я же не говорю, что их нету. У нас вот тоже, как вот есть больница, сам городок, и в каком-то году, я помню, в газетах писали, потом в 13-м году, тоже купили маленькие каком-то, ну, не крематорий там, для сжигания, короче, медицинских вот этих используемых всяких штук. Ну ладно, бог с ним, я понял. Ты мне задавал вопрос, ты мне задавал вопрос, я тебя перебил. Давай, какой вопрос был? Да, у меня уже из головы выскочило. А, ну тут нас такими прям ужасными делают на весь мир, и это вот так вот, и когда мне особенно это рассказывают, вот это так смешно выглядит. Ну, слушай, ну по факту, смотри, по факту, после окончания Второй мировой войны, гласно, негласно, и так, и иначе, мир договорился, все. Захваты чужих территорий, это плохо, это не есть хорошо. Договорился мир. И гласно, и негласно, понимаешь? А вы, единственная дикая страна, вот на сегодняшний день, Россия оказалась номер один, самой дикой, второй, которая начала захватывать, убивать людей в седней стране, и захватывать чужие территории. Как ты это объяснишь? А зачем? Вот, зачем, а как ты думаешь, зачем? Это же у меня к тебе вопрос. Ваша страна захватывает. Ну, это вы имеете в виду Днепропетровская, да, область? Я имею в виду те территории, которые Россия захватила, и физически захватила, и еще плюс, в Конституцию себе... Запорожская... Да, в Конституцию себе еще вписала. Почему? Не только. Луганская, Донецкая, Запорожская, Персонская и Крым. Вот тебе пять областей, которую Россия вписала. А сейчас все ваши... Все ваши высокие чинуши говорят... Можно перебиваться? Ну, я закончу фразу. Говорят, все ваши высокие чинуши говорят, это не все. Нам еще нужна Николаевская, Одесская область. Ну, в общем, чтобы Черное море тоже забрать. Понимаешь? И как весь мир должен к вам к дикарям относиться? Вот скажи. Ну, Донецкая, Луганская и Херсонская, они же к нам присоединялись как самостоятельные государства. Ой, когда Херсонская к вам присоединялась как самостоятельное государство? Я про Херсонскую ничего сейчас не говорил. А какие ты сказал? Ой, Крым. Если я сказал Херсонская, я перебывал. Крым, Донецк и Луганск, ну, вот эти области, они присоединялись как самостоятельные субъекты. А как они могли стать самостоятельными субъектами, если не была проведена процедура для того, чтобы они стали самостоятельными субъектами официально? Почему? Они у себя референдумы проводили? А имеет право? Вот ты живешь, смотри, ты живешь в Ангарске, да? Ваш Ангарске имеет право провести у тебя внутри референдум? Мы больше не Россия. Мы страна под названием Ангарск. Ну, если у нас будет Конституция нарушена, то, естественно. А где была нарушена Конституция? На Украине там? Да, каким образом она была нарушена? В 400-м году. Я не спросил, когда. Я спросил, каким образом она была нарушена. Отстранила Януковича Рада? Кто отстранил? Рада. Зачем ты обманываешь? Рада не отстраняла Януковича. А кто его отстранил? Никто. Его он сам убежал. Его никто не отстранял. Ну, вот видите, у вас такое мнение. Да не мнение, это факты. Это факты. А у Санчану, Луганчан совсем другое мнение. Да при чем тут это? Ты пойми, что ты можешь на белое думать, что это черное. Это мое мнение. Это не белое, это черное. Мне вообще глубоко там пофигу. Совершенно верно. Но факт говорит об обратном. Понимаешь, факты ведь говорят об обратном. А факты упрямая вещь. Так говорил товарищ Сталин. Нет, туда, допустим, в том же интернете я видел совсем другие факты, что его рада по итогу отстранила. Какие факты ты видел? С чего ты ждал, что это были факты? Ты понимаешь, для того, чтобы это был факт, смотри, я тебе объясню, чтобы это был факт. Ты должен просто сейчас открыть постановление Рады и просто его тупо прочитать. Вот эту официальную страницу. Это будет фактом. Согласен или нет? Вот и все. И если ты там прочитаешь и увидишь, что не было никакого свержения и так далее. Понимаешь? А что было? Он просто убежал. Ну, по документам все это... Ты еще раз разбирал. Это было самоустранение, что рада и констатировала в своем заявлении. Рада в своем постановлении констатировала, что он самоустранился. Нет, это понятно. В том-то дело, что это не рада должна была констатировать. А кто? У них же есть конституционный суд. Так, да. А суд после этого все точно так же и признал, естественно. Нет, суд потом расформировали сразу же после... Ну, посмотрите, если хотите. Расформировали после чего? И какое это имеет отношение к тому, что он должен был или должен был признать? Ну, что ты... Ну, на слове решения конституционного суда уже рада может, ну, что-то говорить, допустим, на столе... Кто тебе сказал такую чушь? Ну, рада... Кто тебе сказал такую чушь? Кто тебе сказал по какому... Ты сейчас на какой закон опираешься сейчас? Я сейчас с вами разговариваю как обыватель, я вам не пытаюсь... Совершенно верно. Ты не опираешься ни на один закон, а ты услышал звон и не знаешь, где он. Ты услышал Скобеевские нарративы, а детали тебе Скобеева не прописало, понимаешь? Поэтому тебе нечего сказать в объяснении от своей чепухи вот этой. С примера, с обеих сторон они друг с другом там борются, все эти законы перечитывают. Вот, допустим, я их и смотрел. Ну, как ты смотрелась, ты даже понять, не имеешь о чем речь. Кореновенько смотрел. Я имею понятие. Нет. Я вам не могу сказать все эти законы, да, ты, ну... Так вот именно, а если не может сказать, значит, получается, что твои все заявления голословны, понимаешь? Ну, пусть будет так. Я не говорю, что я тут в последней инстанции, вот как я сказал... Совершенно верно. Так вот я тебе про это и говорю, что получается, что ваша страна дикая, поэтому, естественно, кто с ней хочет иметь дело? А чем она дикая, это я не могу понять. Я же тебе еще раз повторю, тем, что она наперекор всему миру захватывает чужие территории, силовым путем оккупирует чужие территории и присоединяет их к себе. Вот этим она дикая. Ни одна другая страна так не делает. Мы хотим сделать лучше этим жителям, которые там живут. А что, нет? Слушай, ну смотри, заходит насильник в Тимью. Ну, это глупый пример. Бьет по морде мужа, раздьет пинки детям, начинает насиловать жену, говорит, да я столько лучше хочу вам сделать, вы поймите меня правильно. Они говорят, да как тебя понять, как ты лучше, смотри, что ты делаешь. А может, ты тоже пытался убить детей живу в этот момент. А, поэтому надо заходить, всех убивать и говорить, ну ты ведь мог еще хуже сделать, да? Я заранее это делаю. Вот он, например, ну это же абсурдно вот так вот сравнивать. Совершенно верно. Поэтому не надо говорить такой абсурд. Что вы пытаетесь сделать лучше. Как можно пытаться сделать лучше, убивая людей в другой стране и захватывая чужие территории? Это всегда так было. Всегда это было не всегда. Я же тебе говорю, это закончилось. После Второй мировой войны это закончилось. У нас после Второй мировой войны не было ни одного большого конфликта. У нас после Второй мировой войны не было захвата в территории присоединения их к себе. Мир договорился о том, что передел мира закончен. Закончен. А военное действие не было ни одних, да? Я не говорю про военные действия. Военные действия могут быть в защиту. Могут быть там конфликт каких-то интересных, но не захват и не присоединение чужих территорий. Мы вот о чем говорим. А что такого-то? Как что такого? Ты понимаешь, что вы действуете, вы действуете. Я тебе объясню, что такого. Я тебе объясню, что такого. Смотрите, для вас больше изучение имеет не убийство людей, а захват территории. Так получается? Ну, вы на этом акцент, во всяком случае, делаете. Нет, ты меня неправильно понял. Дайте я проясню, я тебе проясню. Меня волнует больше всего убийство людей, которое связано с захватом территорий. То есть, во имя захвата территории и из-за захвата территории вы убиваете людей. Понимаешь? Думаете, мы это делаем все во имя захвата территории? А для чего? Так это ваша цель, вы захватываете территории. То есть, нам своих мало. Вот, это классный вопрос. Если ты мне на него ответишь, я тебя буду очень благодарен. Для чего вы захватываете территорию? Вам что-то своих мало? Ну, на мой взгляд, при соединении Херсонской, Запорожской области, это было как щелчок по носу. Что, ну, переговоры же были. Вроде там что-то договаривались. А потом украина хрясет, типа, и не будет никаких переговоров. Ну, раз не будет, вот, держите. Подожди, подожди. Когда украина, когда договаривались, когда договаривались, когда украина сказала, что не будет, ну, что за бред? Ну, в самом начале. Как там в начале чего? Три раза, ну, в самом начале чего? СВО. В самом начале СВО? Кто-то с кем-то о чем-то договаривался? Ну, да. Да, и о чем? Где, где я могу это прочитать? В интернете? Да, нету такого. Ты врешь сейчас, врешь. Ни о чем не договорились. Мне, ну, я не говорю, что не договорились. В том-то дело, что не договорились. Ты говоришь, а ты не поставил сейчас телегу впереди лошади? Ты говоришь, вы напали, потому что не собрали договоренность. Так, мы же вначале напали, а потом пытались переговоры провести. Я не говорю, что вы напали и потом не договорились. А кто? Вы что-то сейчас спутаете. Ты сейчас сказал, что мы напали. Ты сейчас сказал, что мы напали, то есть про Россию. Что она напала в виде щелчка по носу из-за того, что вы не захотели идти на переговоры. Так вы же в начале этот щелчок по носу сделали, а потом начались переговоры. Да, переговоры начались, там о чем-то уже договорились. Потом Запад повлиял, и Украина даже на законодательном уровне запретила переговоры. Так в чем щелчок по носу-то был, я не понял. Когда он был? Вот эти вот территории отжать что-то. Так вы же в начале их начали отжимать. В начале никто ничего не отжимал. Как это нет? А Луганскую, Донецкую области? Как это нет? Потому что они провели референдум, и они присоединялись к этому. Кто провел референдум? По каким законам? По законам какой страны на территории Украины были проведены референдумы? А по какому закону? Нет, ответь на мой вопрос, а потом задавать. Это есть, если он определил. Ну, наверное, по своим, по каким-то законам? По каким своим? Своим это украинские законы. И? У? То есть, по украинским законам у людей нет самоопределения, а так получается, по вашему мнению? Что ты называешь самоопределением? Возможность отделиться от государства? Самостоятельную территорию? Допустим. Есть точно так же, как у вашего города Ангарск, есть возможность отделиться от России. А зачем нам отделяться от России? А позволит вам отделиться, если вы захотите? Ну, я не знаю, а... подумаем позволит или нет а какие то есть и считает что есть такой закон закон позволяет отделиться ангарского от россии а есть запрещающий закон я вас спрашиваю конечно есть конечно есть написано в конституции области и так далее неделимая неделимая территория нельзя будет отделиться да по в девяносто третьем году не было ваша конституция растоптана закон ваша ваша ветка власти целая была расстрельной станком почему в этот момент никто никто не напал на россию можно было нападации и для и и рвать на куски и отделяться можно было в тот момент в девяносто ритьем году получилось можно было или нет было много можно было отделяться в девятнадцатым году читает что ты сейчас миша ср в девяносто первом распалась an deal 3 когда вы белый дом расстреливали ельцин когда на танке расстреливали белый дом ты не помнишь ты не знаешь элементарные веки своей страны как ты знаешь ли ты вообще путаешь 91 93 год ты путаешь распад советского союза вашим переворотом военным который в москве был когда белый дом расстреляли вот у вас был реальный военный период у меня я что я я что спутал то ты спутал божий дар сеичницы и вот что ты спутал ладно чувак иди учив буквально серьезно я тебе вот желаю честно ты не знаешь элементарных вещей вот но не в обиду почему ну почему потому что наверное или тебе пофиг или у тебя не хватает ума чтобы понять это одно из двух а мама может быть и то и другое я не знаю почему конкретно бога да это ваше мнение мое мнение конечно план давай пойду я дальше давайте давай пока ну опять на ему спасибо хотя бы что ну вы так или иначе провели какой-то диалог но человек плавает в элементарных вещах он не знает самые базовые веки которые происходили в его стране или с подачи его страны начала вот этой всей военной кампании войны в четырнадцатом году он не знает что тут что было в девят третьем году он думает что только тогда распал советский человек не владеет и куда ты куда то суешься тогда но не знаешь ради бога никто не настаивает может быть ты от этого не станешь хуже человек если не будет этого знать так не суйся блин не суй не суйся в какие-то разговоры которые телевизорность и них хрена не знаешь вообще вот так друзья а мы с вами зная то нужно проверить подписку подписаться на все каналы очагов тв вот этот очагов тв один я тоже ролики периодически выходят новые заходите не забывайте подписывайтесь туда очагов тв стрим вот как минимум эти три канала обязательно подпишитесь с ссылочки есть под каждым ролик но и лайк комментарии все остальное пока друзья и